Когда состоялся первый турнир до сдачи? 22 августа. Впервые организация РГСА заявила о себе 28 октября 2018 года, запустив пилотный турнир Rock'n'Rolling. А в скором времени появился новый свод правил до сдачи и отдельная суперлига. Этому предшествовала серия разовых суперсхваток между топовыми атлетами, которые проходили на турнирах РГСА. Но мало кто помнит, что впервые хэштег до сдачи появился 16 февраля 2020 года, когда восьмерка крутейших грэпплеров России зарубилась в клетке в формате Grand Prix Absolute. Я бы о нем раз и забыл. Он был действительно первым. Потому что уже год, как мы проводим свои турниры до сдачи в немного других рамках, тогда была восьмерка, тогда мы делали Grand Prix до сдачи. В этом оно и отличие от нынешних турниров, которые мы уже год гоняем. Юбилей. Без баллов до конца. Людям нравится? Мы приезжаем, но иду, мой формат он не нравится. Нам нравится он и сам еще. Все очень интересно. Конечно, в принципе, желательно побольше народу. Интересно бороться на прием всегда интересно бороться. Кипиша поменьше. Когда приезжаешь, и тут 8 ковров и галдеж. Меня это нервяк какой-то нагоняет. Здесь как-то так лайтове, как будто приехали, как на дне борьбы по кайфу так поборолись. Поспокойнее обстановка. Кто и что есть РГСА в лицах? Вот насколько огромный штат, кто эти люди, которые придумали эту штуку? И кто эти люди, которые являются вдохновителями на будущие проекты? РГСА это сообщество людей, которые живут и болеют этим спортом. Все началось с совместного у нас мероприятия с Федерацией Панкратиона, фестиваля единоборств. По-моему, мы провели совместный Кубок Москвы. И потом у нас появилась идея создания организации под названием РГСА. Под эгидой ее мы стали организовывать турниры. Первый был такой шуточный турнир. Назвали его тоже в шутку. Рок-н-роллинг. И, как видите, что из этого получилось. Когда придумали рок-н-роллинг, была ставка, что это будет турнир, который приживется и проживет... Сколько он уже? Сколько сейчас я скажу? 16 или 17. 28 октября 2018 года. Так вот, была ли идея, что этот турнир проживет так долго, и что он будет фигачить каждый месяц на мерной турнир? 100% такой идеи не было, что он будет регулярным, постоянным, и что он так приживется, вообще никто не знал. Была идея создать площадку, именно независимую, доступную для всех и регулярную. Так как мы все, наверное, занимаемся, как тренеры, как спортсмены, и нам надо где-то готовиться к большим стартам, таким как чемпионаты России, чемпионаты мира и тому подобные вещи. А регулярных стартов и для проверки своих умений не было на тот момент. И вот идея была такого типа делать роллингов, а-ля замена открытым коврам, таким популярным в то время. Просто решили назвать шутку, так, рок-н-роллинг. Провели один. Второй. Идея появилась с абсолюткой. Стали появляться профессионалы, которые стали приезжать. Потихоньку, потихоньку вот превратилась в такой регулярный и популярный среди джитсеров турнир. Как пришла идея именно уже турнира до сдачи? То есть, с самого формата, да, Submission Only, да еще такого регулярного, обозвать это все еще достаточно громко, Суперлигой до сдачи. Были ли люди в коллективе РГСА, которые не верили в этот проект? Или те люди, которые, может, до сих пор не верят в этот проект? То есть, если при открытии взвешивали за и против, а что было за и было ли что-то против, когда вот собирались открыть вот эту Суперлигу до сдачи? Все это, насколько я помню, начиналось с разовых суперсхваток, да, появился хэштег до сдачи. Нет, сначала вот этот большой турнир, Гран-при, потом несколько суперсхваток на чемпионате Евразии, потом еще несколько разовых на рок-н-роллингах. Как из этого родилась идея Суперлиги? Даже я, на самом деле, не верил, что это так получится. Я смотрел и думал вот про большие турниры до сдачи, которые первые провели в клетке, восьмерку, гран-при. Чисто профессионально я смотрел на эти вещи, чтобы сделать именно профессиональные турниры, борьба до сдачи. Ну, вот тоже в нашем коллективе такое предложение поступило, что сделать это и как бы на любительском уровне, да, чтобы люди тоже боролись и пробовали себя в этом формате. И благодаря тому, что у нас параллельно проходил турнир по панкратиону, и за счет этого попробовали параллельно запустить этот формат. И некоторые стали ездить только буквально на такие турниры, потому что не все хотят бороться с баллами. Интереснее схватка смотрится, когда человек всегда стремится завершить. Вот мнение, так сказать, наших оказалось, как говорится, ближе к народу, и народу в это взошло. Дукалесу понравилось? Да, я тут рядом стою, нормально. За спорт, за здоровый образ жизни, за популяризацию нашего любимого спорта. И как бы возможность создать медийность там борцам, представить его другой публике, чтобы люди увидели, как бы, что это за спорт. Популяризация. И опять-таки, то, что нам нравится, то мы и делаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два вопроса неожиданных. Вопрос номер один. Они даже не связаны между собой вообще. Ну, у нас все хаотично, как хотим, так и делаем. Мы не настоящие телевидения. Схватка с Монсоном, которая была назначена, это была заранее запланированная утка или все-таки была идея? Нет, это была, как говорится, далеко не утка. Монсон сюда пришел, мы ему предложили, он согласился. Я даже начал готовиться. Случайная травма? Насколько я знаю, случайная травма у Монсона уже лет 20 по всему телу. Я готовился, уже был в процессе подготовки. И тут присылает мне сообщение, что Монсон завязывает со спортом, уходит из спорта, ему исполняется 50 лет. Я ему пишу, Джефф, мы же с тобой договорились. И на что он мне присылает вот такое сообщение. Да, говорит, я получил травму. И фотографию своей этой руки с генматомой, короче, со всеми делами. Я, говорит, надолго типа вышел из строя, так что не смогу. Так что никакой утки не было. Подготовка была начата. Вова Блю мне в этом помогал. Вопрос, который интересует всех топовых, наверное, поясов, которые, ну, по какой-то причине, они еще не так активно участвуют в регулярных турнирах Суперлиги Доздачи. Но этот вопрос их точно интересует. Когда на Доздачи начнут платить бабки? При каких обстоятельствах? При каких условиях? Вопрос, конечно, тоже неожиданный. Для любительской лиги, Суперлиги Доздачи. Бабки платить, наверное, когда начнут покупать трансляции, наверное, BG Freaks. Может быть, и начнут платить. Ну, такой идеи пока нет. Но поддерживаем, чем можем, спортсменов профессиональных, которые выступают. Нельзя назвать, конечно, бабками, но за один день, как бы за два часа неплохие деньги можно заработать. Мы всегда, ну, любой человек в России особенно, любит читать чужие деньги. Проект рок-н-роллинг окупается, а и окупается ли проект Доздачи? Доздачи точно не окупается, только живет благодаря Панкардиону, что параллельно проходит. А рок-н-роллинги хотя бы окупаются, и все, кто здесь помогают, судят, зарабатывают. Че, Андрей, вы сегодня правила читали? Да, сегодня, да. И че, как там? Интересно, советую всем, особенно тем, кто участвует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будет ли расширение какое-то? Вот, допустим, есть у РГСа чемпионат Евразии. Будет ли чемпионат... Вселенной? Да, вселенной. Вселеновой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юниверс, да. Сохраним это в тайне, да? Делаем это сюрпризом. Ведутся переговоры с представителями других галактик. Звездные войны. Хорошее название пришло. Очевидно, это следующий турнир, следующая серия турниров от РГСа. Ну, а пока Айда на Доздачи. Попробуйте не париться о баллах и зарубиться, и газануть по полной. И чтобы его потом все увидели на Бейджи Фрикс. Собмешен он ли это для тех, кто не умеет по адвентеджам выигрывать? Собмешен он ли это для тех, кто не умеет по адвентеджам выигрывать?